Приветствую всех на канале Автоинструктор 62. В этом видеоролике я вам покажу, как можно практически любому водителю самостоятельно зарядить аккумулятор в своем автомобиле. Поехали! Итак, эта тема актуальна, когда на улице сильные морозы, потому как у каждого второго автомобиля начинаются проблемы с запуском двигателя, потому как возрастает нагрузка на аккумулятор за счет густого масла в двигателе, в коробке переключения передач и так далее. Хотелось бы отметить, что на канале уже есть несколько видеороликов по теме аккумулятор. Вот здесь вот ссылочки будут, вы можете их пересмотреть. Какой выбрать аккумулятор, как его поменять и так далее. Сегодня я вам расскажу, как его можно зарядить. На самом деле на это нужно не так много. Итак, обычная ситуация. Водитель утром подходит к своему автомобилю, открывает его, пытается завести, но автомобиль либо вообще никак не реагирует при повороте ключа, либо при нажатии на кнопку, либо еле-еле стартер крутит, аккумулятор сел. И прежде чем бежать в автомагазин и покупать новый аккумулятор, сначала нужно попробовать зарядить старый. Что нужно водителю для того, чтобы самостоятельно зарядить аккумулятор. Самое простое зарядное устройство автомобильное. Берите, чтобы там был автоматический режим. Это для новичка самое-самое оптимальное. Стоит он в районе 2-3 тысяч рублей. Ну и в идеале вам понадобится мультиметр для того, чтобы вначале измерить напряжение, ну и после зарядки посмотреть, что из этого получилось. Как снять аккумулятор с автомобиля и установить его обратно, я вам говорить в этом ролике не буду, потому что в начале ролика вот здесь вот несколько ссылочек было. Вот там я все это уже показываю. Сейчас я здесь приоткрою форточку. Ставим в проветриваемое помещение. Не надо ставить никакие спальни. Если есть у вас какой-нибудь гараж, то гараж. Берем аккумулятор. Данный аккумулятор разряжен в ноль. Даже не крутил стартер. Первое, что я советую сделать, это очистить аккумулятор, чтобы он у вас был чистый. Теперь проверяем клеммы. Очень важно, чтобы они были чистые. Поэтому, если они у вас грязные, либо в каком-то налете, берем шкурку. Это, говорю, не обязательно, если они чистые, но желательно. Теперь нам понадобится само зарядное устройство. Друзья, я пользуюсь самым обычным. Я его не рекламирую. Это одно из нашего производства. Давайте вкратце по нему пробегусь. Здесь есть автоматический режим и ручной режим. Вот этим регулятором мы будем увеличивать, либо уменьшать силу тока. Это 1,1 А. Двоечка – это 2 А. Ну и, соответственно, 6,6 А. Когда мы будем регулятор крутить вправо, мы будем увеличивать эту силу тока. Когда в розетку подключим, здесь должна загореться лампочка, сеть. Ну, естественно, для новичков, да и в принципе, я советую пользоваться автоматическим режимом. Это гораздо проще. Перед началом зарядки настоятельно рекомендую изучить инструкцию. Здесь не так много страниц, но это очень важно. Особенно, если вы первый раз будете это делать. Итак, в какой последовательности мы будем подключать данное зарядное устройство? Берем клеммы. Красный – это плюс. На аккумуляторе, видите, написано плюс. Минус – подключаем, проворачиваем пару раз, чтобы был хороший контакт. Черный провод – это минус. То же самое. Дальше, если у вас аккумулятор имеет вот такие вот кругляшки, крышки банок, их желательно открутить. Потому как внутри жидкость, электролит, и при зарядке, особенно в конце ее, это начинает все немножко булькать, идет, скажем, такое испарение. Поэтому, чтобы в аккумуляторе не было излишнего давления, лучше их открутить. Если в вашем аккумуляторе вот этих банок нет, то в любом случае там будет такая специальная газоотводная система, иногда даже с трубкой, которая будет сбрасывать лишнее давление. Как можно их открутить? Можно это сделать обычной монеткой. Я беру двухрублевую или пятирублевую монетку, и против часовой стрелки начинаем крутить. Откручиваем банки и переворачиваем их очень аккуратно, чтобы вот эта вот жидкость не попала вам на руки. Я говорю, ребята, надевайте перчатки. Я все делаю наскорую на руку. Аккумулятор это вообще моего ученика. Я просто помогаю ему заряжать, потому что у меня есть зарядное устройство. В данном аккумуляторе шестая банка с индикатором, видите? И эта банка, видите, она тоже как индикатор, но она также откручивается. Поэтому мы ее тоже вытаскиваем аккуратненько. Так, теперь тоже важный момент. Прежде чем подключить зарядное устройство в розетку и поставить аккумулятор на зарядку, берем фонарик и смотрим. В каждой банке у нас жидкость. Как я уже сказал, все пластины там внутри, свинцовые пластины, должны быть в этой жидкости. Если в какой-то банке вы видите, что пластины не в жидкости, туда нужно долить дистиллированной воды. Жидкости поверх пластин должно быть, ну, как минимум, один сантиметр. Я, в принципе, вижу, что здесь достаточно жидкости, поэтому я не буду доливать дистиллированную воду. Вы можете это проверить обычной трубкой, которая... О, привет, привет, котик, тебе сюда не надо. Вы можете это проверить обычной трубкой. Опускаете, зажимаете, и по уровню можете понять, сколько же там жидкости. Дальше можно проверить плотность. Друзья, у меня ореометра нет. Так, котик, давай, иди, иди отсюда, давай. Не надо тебе сюда идти. У меня данного прибора здесь нет, он у меня в гараже, в другом конце города, поэтому я заряжаю на скорую руку так, как есть. В идеале нужно проверять плотность, и сейчас вы видите на экранах примерную таблицу, в зависимости от региона и времени года. Итак, у нас всё готово. Прежде чем теперь в розетку воткнуть наше зарядное устройство, силу тока ставим влево до конца. Видите, колёсико крутится. На минимум автоматический режим. Включаем розетку. Видите, загорелась ярко сеть. Ну, а теперь выставляем ток. Какой ток нужно ставить? Это зависит от ёмкости батареи. У нас ёмкость 65 Ач. Рекомендуется выставлять примерно 10%, то есть 1 десятую от этой ёмкости. То есть это где-то 6 А. То есть если бы у вас аккумулятор был 50 А, значит вы здесь выставляете пятёрку. Если у вас был бы аккумулятор 70 А, по идее 10% это семёрка. Но здесь, видите, максимально 6. Тем более мы делаем на режим автоматический, когда система здесь будет регулировать всё автоматически. Поэтому крутим колесо направо. Ещё, ещё до конца. Всё, восстановил я устройство. Если аккумулятор исправный, то как написано в инструкции, при зарядке 70-80, примерно даже 90%, они начинают тухнуть. Вот эти лампочки со временем станут вот так. Потом через часов 8-7, вот так. Ну и соответственно, когда вы подойдёте на следующий день и увидите, что у вас все лампочки потухли, значит можно отключать зарядное устройство. Чуть позже покажу, как это делать. Ещё раз говорю, когда пройдёт какое-то время, вот эти банки, жидкость внутри, начнётся такое булькание. Кто-то говорит, что аккумулятор кипит. На самом деле он не кипит, идёт испарение. Это нормальный процесс при зарядке. Но именно по этой причине помещение должно быть проветриваемое. То есть я вот видите, ставлю на кухне, на ночь. И сейчас я вот здесь поставлю проветриваемый режим. И хоть устройство автоматическое, в любом случае я бы не рекомендовал оставлять это устройство включенным в таком режиме, когда дома нет никого. Ну и конечно же у вас, наверное, возникает вопрос, а сколько заряжать аккумулятор. Ну, друзья, у автомобильного аккумулятора ёмкость не как в телефоне, поэтому за полчаса, за час вы его не зарядите. Конкретного и единственного времени, естественно, нет, потому что аккумуляторы разные, ёмкость разная, конфигурация там и так далее. Простым языком, если вы ставите в автоматический режим, но лично я заряжаю в среднем от 10 до 14-16 часов. Итак, аккумулятор заряжается почти уже 10 часов. И видите, ещё полтора, полторы как бы, да, сказать, лампочки горит. Они должны все потухнуть, хотя ток мы ставили на всё, на 6 А. Вот как раз, если прислушаться и посмотреть, видите, происходят такие маленькие бульки, как бы испарения. На аккумуляторе маленькие капельки остаются. Итак, данный аккумулятор простоял на зарядке в районе 14-15 часов. Как видите, все лампочки погасли. Это значит, что аккумулятор должен быть полностью заряжен. Сейчас мы отключаем всё это устройство и после того, как он немного постоит, минут 15-20, мы померяем показатели вольтметром. Отключаем от сети, ну а потом снимаем клеммы. И всё, убираем устройство, закручиваем банки и можно устанавливать в автомобиль. Ну что, аккумулятор у нас зарядился, постоял минут 30-40 после зарядки. Проверяем теперь показатели, какое нам выдаст напряжение. Ну, ещё часик-два он постоит. Будет 12,8, вряд ли будет больше. Просто сейчас он ещё в таком возбуждённом состоянии после зарядки. Ну что сказать, аккумулятор полностью зарядился. В результате он заряжался где-то 15-16 часов. Ну что ж, друзья, как видите, ничего сложного нет. Для женской половины, конечно, будет проблематично этот аккумулятор носить. Лучше попросить мужскую какую-то половину помощи соседа, брата, свата, неважно. Потому что он относительно тяжёлый. Из заключения вам совет. Автомобили разные, особенно современные автомобили, у которых аккумуляторы снимаются проблематично. Читайте, руководство по эксплуатации вашего автомобиля. Бывает в современных, таких крутых, новых машинах различные заморочки. Ну что ж, сегодня на этом всё. Если у вас остались какие-то вопросы, спрашивайте в комментариях под этим видеороликом. Не забывайте пальцы вверх, поддерживать лайками ролики. Подписывайтесь на канал, будет много другой полезной информации. Ну а я, как всегда, вам всем желаю удачи на дорогах. Всем пока-пока.